В 1570 году Иван Грозный призвал казаков на служение российскому государству. До этого момента казаки служили так. От случая к случаю необходимо было какому-то боярину с войском куда-то идти, то впереди шли казаки и очищали эту территорию от разной нечисти. А с 1570 года Иван Грозный уже официально положил жалование войску Донскому. Но Иван Грозный у нас еще и прародитель опричненный. По разуму можно к этому относиться, но она положила в том числе той смуты, которая там была. Поэтому сегодня казаки и те здоровые силы, это может быть и необходимо сегодня для нашего внутреннего обустройства новая опричнена. То есть такие как бы антитела снизу, которые... Они же были, смотрите, у Петра Первого, Семеновские, Переображенские полки, у большевиков, 25-тысячники, всегда как бы вот был такой перезамес, как бы поднимались снизу свежие здоровые силы, наводили порядок, устраняли смуту. А смуты это что? Это кланы, это всевозможные такие олигархические интересы и так далее, которые изнутри разрушают... Это был инструмент, скальпель, который вырезал раковую опухоль. И вот сейчас похоже, вот у меня, так сказать, у меня такое сильное ощущение, как у публициста и наблюдателей, исследователей этих наших времен нынешних, что такая необходимость снова назревает, что необходим такой скальпель. И, конечно, надо адресоваться к тем традиционно служивым сословиям и силам, которые в обществе всегда есть. Они всегда возрождаются, восстанавливаются. И, может быть, придут еще извне, помогут. Но России, безусловно, сейчас нужны эти здоровые силы. Скальпель уже есть. Главное сделать правильную заточку. Правильную заточку и не допустить, конечно, никаких вот этих вот либеральных, неолиберальных революционеров никуда. Все силы сейчас, наверное, бросить действительно на строительство русского будущего, на формирование образа. То есть мы должны план какой-то составить. И, безусловно, поддержать президента в тех его усилиях, которые есть, мы видим их. Мы понимаем его сложности. То, что вот та неолиберальная оболочка, которая захватила фактически госаппарат, она очень сильно мешает. Она сдерживает, она оккупирует, она глушит. Она постоянно искажает многие вещи. И вот такая вот ситуация, она в Новороссии уже нет. И слава богу, слава богу, может быть, оттуда и начнется осмысление. Все время в развитии экономики, в развитии каких-то геополитических моментов, решений начинаем консолидироваться с Китаем. Хотя в Китае тоже есть проблемы. Не так остро Урумчи, Внутрия Монголия, еще ряд территорий. Но эти территории, Внутрия Монголия, это 165 миллионов человек населения. Это маленький регион. Сегодня Китай озабочен проблемами цветных революций, которые могут там быть. И мы уже смотрели, как в Гонконге уже начинается выбрасывание вот этих негативных зерен, которые дают раски то розовым революциям, то барханным, то зонтичным, то различным. Китай мощное, сильное государство с мощным идеологическим аппаратом, который тоже это дело просадил, кажется, в работе с молодежью. И они в течение некоторого времени изучали вопросы противодействия и, ну не то, что борьбы, а именно чисто противодействия. Борьбы, противодействия с ростками цветных революций. Изучали мировой опыт, как их ликвидировать, как молодежь воспитать, чтобы она действительно была настоящей, своей, не смотрела на Запад, развивалась здесь внутри своего государства и была полезна своему государству. Так вот, после большинства материалов изучений, Китай признал, что система, которая сегодня есть в России, но она не развивается, она уникальная для воспитания будущей России, это казачье воспитание. Университет Циньхуа – это один из сильнейших вузов Китая. Все руководители Китая, руководители учатся там, проводят там переаттестацию. Но это город в городе, это мощный такой учебный комплекс. И я читал там лекции о том, как воспитывать молодежь, на каких основах, какие есть взаимодействия между китайской и российской молодежью, на чем она может строиться. Вместо часовой лекции, у меня 4 часа была лекция. И в конце, когда я сказал, что на гербе России сегодня орел смотрит на восток и на запад, я желал бы, чтобы молодежь России и Китая повернула голову и смотрела друг на друга. Только в мире въединения может что-то у нас получиться против той нечисти, той гадости, которая сегодня идет с запада, из Америки. Я думаю, что у нас это получится. В завершение мне хотелось бы поблагодарить Виктора Петровича Водоладского и желать ему успехов, желать, конечно, чтобы побыстрее закончилась трагедия Новороссии. Уверен, что у запада будут свои в ближайшее время проблемы, и немалые. Мы видим, как они нарастают. И с одной стороны, с другой стороны, создание этого нового содружества, БРИКС, Еврозес. Это все ШОС. Это все очень серьезные вещи, которые формируют новый центр силы. Мы оказались между этими процессами России, как обычно, как Евразия. Но это хорошо, потому что мы, наверное, призваны играть лидирующую роль. Мы обеспечиваем безопасность новым организациям, поскольку мы ядерная держава, того уровня, который в состоянии противодействовать Соединенным Штатам. И одновременно наши ресурсы, наше пространство, наши гениальные ученые, наша великая наука, культура, искусство – это все является важнейшим компонентом нового центра силы в мире. И с одной стороны, существование этого центра силы и формирование его ускоренного под давлением, кстати говоря, Запада. Мне тут попалось такое высказывание Джимми Картера, который сказал, «Дурачё, что вы делаете? Вся наша политика американская была направлена во все времена на то, чтобы не допустить сближения России с Китаем. А вы заталкиваете просто русских в объятия Китая». И мы действительно понимаем, что этот новый центр силы – это объективная реальность уже. Он будет облегчать, конечно, наше положение. А с другой стороны, Запад будет, наверное, сталкиваться с теми проблемами, которые он уже себе наработал за столетия колониализма. Так что будем надеяться, что казачество станет той движущей силой, которая преодолеет свои внутренние болезни, может быть, какие-то недостатки и так далее, и сыграет важнейшую ключевую роль в формировании нового поколения служения. Людей, которые поднимут Россию, её украсят и создадут в России образ будущего не только для самой России, но и для всего мира. Я, как зампредседателя Комитета по обороне, могу сказать и заверить от всех наших слушателей, зрителей, вообще наше гражданское общество, что сегодня наша российская армия, наш военно-промышленный комплекс как никогда становится мощным и сильней, и у нас разработаны такие виды оружия, что ядерное оружие – это такая, как пыль на сапогах. И поэтому ни Запад, ни Америка ничего не могут сделать. Мы можем спокойно жить, работать и развиваться, и не допускать вот тех негативных процессов, которые сегодня происходят в нашем обществе. Комитета Руси – это добро. Но добра должны быть сильные кулаками. Вот казаки – это будут сильные кулаками. Спасибо.